А Стэнфорд-бридж проигрывает. Поехали! Итак, состав Челси. Кеп Борис Валага в воротах. Первый номер на его спине. И очень здорово возвращается. Аспиликуеттону мяч потерян. Лукако прострел! И сразу же опасный момент. Давид Луис едва не срезает мяч. Но ему виднее. Он ближе к воротам. И это первый в матче угловой. Судейская бригада. Надо ее представить. Керен Френд, главный арбитр. Стюарт Берт и Эдвард Смарт ему помогают. Четвертый арбитр Андре Маринер. И до видео ассистента сегодня в действии. Энтони Тейлор и Адам Нан. И Мишоу. И опять толкается Лукако в центре штрафной. Удар по воротам. Ромелу Лукако наносит слету. С 11-метровой отметки. Фактически находясь, правда, под давлением двоих соперников. Но тем не менее. Еще одна атака Юнайтед. Заканчивается ударом. И удар этот с довольно неприятной позицией. Смотрите, как открывается Лукако. И находит возможность пробить. Сегодня он в стартовом саду. И вот Канте уже он врывается правым полуфлангом. Есть поддержка от Писелас Пелекуэте. Прострелы Серхио Ромеро. Кубковый вратарь Ман Юнайтед сегодня. Здесь тоже никакого удивления не должно быть. Серхио Ромеро в воротах. Ой, тут повтор этой атаки. Вот первая атака Челси. Такой осмысленный. Развивалась она через нагулок Канте. Который неплохо мяч был. Двух игроков Жоржиньо не замечает. Матич готовит мягкую передачу штрафной. И это удар Криса Смолинга в сторону ворот Кепы. Тот спокойно забирает мяч в руки. Смолинг затем извинился, видимо, перед товарищами по команде. Да, потому что можно было и в центр, наверное, скидку делать. Там пытался открыться Лукако. Вот. Вот здесь. Алонсо играет назад. Ковачич. Еще дальше. Жоржиньо. Ковачич получил удар, как кажется, в лицо. По крайней мере, он показывает это арбитру изо всех сил. И требует разобраться с нарушителем. Не хотели игроки Челси-то продолжать матч, потому что, конечно, лучше вот так вот. Посмотрим, что здесь произошло. И видеоассистенты тоже посмотрят. Луис. Его разбег. Удар. Ромеро. Перед собой добивание Педро. Ромеро. Великолепная атака Челси. Сразу два игрока могли забить, но Серхио Ромеро остановил. Первый удар все-таки довольно неудачно. Он был прямо перед собой действительно. И повезло ему, что следующий удар пришелся в ближний все-таки угол. Техника фантастического исполнения удара Давиду Луизу. Ну и здесь Ромеро изначально не собирался, по-моему, рисковать. Да, и пытаться мяч намерко поймать. И опять здесь нужно страховать Ашлиян. Газар смещается в центр. Резко так ускоряется. Стеночка. Удар в дальний угол. Ну, это фигурный маневр. Да. Красиво. И момент для гола у Челса созрел. Как интересно складывается игра. Первые пять минут Манчестер играет и лучше. Вторые пять минут. Сейчас мы видим, как Челси владеет мячом и создает момент. Ну, Манчестер там попытался высокий прессинг использовать в начале матча. Да. Вот сейчас уже не получается. Сейчас приходится обороняться на своей половине поля. В чемпионате в лоу-зоне в Челсе сразу взяв титл. Может, с кубком Англии что-то? То есть не то, если он такие приносит несчастье тренер. Хороший удар. И ноль Челси обыграл МЮ. Тогда он был о Канте. Единственный гол забит. Еще раз удар. Андеререры. И блистательная игра Кеппе. Уходящий мяч тяжелый. На момент удара, по-моему, все-таки видел, что важно, конечно, в такой ситуации. И внимательно бегать. Азар легко выпутался из этих объятий. Правый есть планк в работе Педро. Но здесь нарушение права. Нема не мать еще. И сразу извиняется перед бельгийцем. Это 15-я минута. Но арбитр не впечатлило. Джентельменское поведение Макича. Он демонстрирует ему желтую карточку. За ним. Но да, возможность на передачу. И Гуаин! Его выход чуть упустил этот мяч. Подержать атаку уже смысла нет. Потому что мяч за пределами поля находится. Но вот это немного. Ослабление, хватки. Юнайтед. Вот. Раз, два, три. Он все видит. Из-за роскошного забегания. И Гуаин едва не превращается в забитый мяч. Мне кажется, в Англии давно уже поняли, да, что если ты представляешь кого-то внимательно, персонально следить за Жоржинию, он делает свою работу как семью. Канте переводит на правый фланг. И оттуда можно в штрафную подавать. И Гуаин! Это на второй гол заход. Да, это его игра. Штрафной отклеился от защитника. Подача очень хороша. Надо было только попадать. Великолепная работа без мяча Педро. Я сейчас бы на него посмотрел. Потому как, посмотрите, рывок. И Линдолёв уходит чуть за ним. А потом оборачивается за спиной. Смоллинг не держит Игуаина. И удар Гонсало рядом со штамбой. Но вот можно сказать, что Смоллинг дважды подряд сыграл не идеально. И такой скетч. Кетч в холодильник. К этому образу вернемся чуть позже, если потребуется. А пока Решфорд! И Кепа намертво забирает этот мяч внутри вратарской. С острова угла удар. И пусть мимо стенки. Наверное, не самый сложный для галкипера. 20-я минута со скоком. От газона, конечно. Кепа подтягивается Андер Эррера. Против крайнего защитника Педро. И сносит Янг на желтую. Определенно. Зачем так грубо играет капитан? Непонятно. Но опять Челси образцово-показательно. С помощью коротких передач низом выходил из-под этого прессинга. Не стесняясь так играть даже стоит штрафной. Но вот это тоже часть фирменного стиля Маурицио Сарми. Длинные передачи. Они могут быть только подготовленными в исполнении Дэвида Луиса, когда есть тренировок в кабинете. На этой бровке два человека против. Смоленг Янг уходит в бровку. И прострел на подключение Сессера Спирикуэта. Тоже характерный прием. Как здорово смещается крайний защитник и становится нападающим. Вот Игуаин. За ним преградует Линдалев. А Шоу проспал. Момент или нет? Вот сейчас это... Так, прессинг Юнайтед. Но опять вот... Ой-ой-ой, момента какой. Кепа почти ошибся. Мориса Балан. Но крупный план здесь нам не очень хороший помощник. А может быть техническая была. Погба. Серия финтов. Погба. Подача. Удар. 1-0. Великолепный шанс Юнайтед. И Андереререр. Самый полезный игрок Манчестера. Прямо сейчас отправляет легко и элегантно мяч в ворота Кепа. Очень нестандартная ситуация и развитие атаки Манчестера. Погба на фланге. Эререр внутри вратарской. И это было красиво. 1-0. Казалось бы, против поля Погба. Там было то ли двое, то ли трое соперников. Мы сейчас с вами увидим, конечно же, на повторе. Манчестерские болельщики, которые в большом количестве, разумеется, присутствуют на стадионе Стэнфорд-Бридж, торжествуют. Вот так вот в центральной зоне не сработал прессинг МЮ. Дальше Мата перевел мяч на левый фланг. Там Лукату, кстати. А вот, пожалуйста, нападающий где находится. И матч на... Ну, собственно, в Эмбелле у нас на минале совсем. Ой-ой-ой. Вот это да. Ромеру потерял позицию, по-моему, здесь немножко. Ну да, и мяч такой интересный. Полетел в левый ворота. Ну, уверен, что все под контролем. Но нам так и показалось. Еще раз смотрим этот удар Педро. Ну, смотрим, он в другую сторону. И мяч сваливается, и где-то не прилетает с Тварваром. Так вот, помимо Уэмбелла, были же еще и лужники. Этим тоже нельзя сбывать. Матч, который закончился слезами Джона Терри. Решфорд и его рывок. Он один против четырех соперников. Но там же Погба в штрафной. Передача. Поль Погба 2-0. Фантастика. Сообразили на двоих. Погба Решфорд. Решфорд Погба 2-0. Ну, и красивый ответ Поля Погба всем критикам. Всем тем, кто опять о нем говорил плохо после матча против ПСЖ. Гол плюс пас. Да и здесь не просто гол. Здесь еще и предголевая передача, по сути. И ласточка. Ласточка отпраздновал этот гол. Поль Погба. Здесь, посмотри, да. Вот Решфорд и Погба. Они и начали эту атаку. И дальше рывок Поля Погба. Давайте за ним последим. Он бежит за спину Рюдигеру. Сушер. Две фантастические контратаки. Потрясающие передачи Погба и Решфорда. Сделали, чтобы так интереснее было. И добавить, добавить жеребьевке немного огнепиканности. А, вот. Ну, все-таки, почему он не падает на жеребьевку. Так, момент Азар. Ох, как здорово все было сделано. И шанс еще во втором тайме уходит от Адена Азара. Как легко. Быстро бросили из-за боковой. Да, и поэтому свободная зона здесь. И поэтому нет подстраховки. И Азар этим воспользовался практически. Но, правда, там ложились игроки МЮ под мяч. И, кстати, он пока как. Бутылка кетчупа, а то ничего-ничего. То как пойдет. И вот пойдет совсем...